И мы продолжаем тему восполнения резерва российской армии, которая фактически потеряла весь его в боях в Украине. И с нами снова на связи Иван Жданов. Наладили мы связь, надеюсь, все будет нормально. Иван Жданов директор фонда борьбы с коррупцией. Иван, итак вот, да, первый вопрос. Удастся ли путинскому режиму найти вот эти вот резервы, прежде всего, как в живой силе, которые необходимы сейчас для того, чтобы продолжать войну в Украине? Мне кажется, прямую мобилизацию он не будет объявлять, потому что он слишком заботится о своих рейтингах. И он понимает, что прямая мобилизация шатнет этот рейтинг еще больше, он станет еще хуже из-за того, что люди боятся мобилизации. Это совершенно понятно. А вот такая ползучая постепенно набирает добровольцев. Делать это более принудительным. Отыскивать призывников тщательнее, как это не делалось раньше, там их заставляют приводить под угрозы уголовки и прочее. Прочее, это обязательно будет, это уже практически происходит. Этих ресурсов все равно не будет хватать. Поэтому они так немножечко, постепенно, вот мы могли слышать Леонтьева, например, Соловьева о том, что нужна какая-то мобилизация или что-то типа такого. Но они готовят к такой ползучи. Вот, например, мобилизация, это же не только призыв живой силы, но и, например, сегодня было изменение в постановлении правительства о фактически принудительном исполнении госзаказа для выполнения так называемых специальных операций. Это говорит о том, что компании, юридические лица будут фактически заставлять исполнять государственные заказы. Это тоже вот часть такой мобилизации. Это говорит о том, что ресурсов им действительно не хватает. И изыскивать они будут все способы, но, опять же, повторюсь, они не будут прямыми. Не будет вот так сказано, нам нужно сейчас мобилизовать все, мы принимаем закон о мобилизации, указ о мобилизации и прочее, прочее. Вот в такой форме в России это не происходит, а ползучи уже происходят. Но все-таки если учесть, что власть может разыграть такую карту, как военное положение, например, в некоторых областях приграничных с Украиной, где мы знаем, были взрывы, вот эти все происходили, как, в принципе, уже доказано, что они были сделаны спецслужбами Российской Федерации, то есть вот там возможно такой сценарий? Ну, очевидно, что они будут использовать эту карту. Если там это какие-то провокации, которые они же сами организовывают, то тогда они, конечно, планируют это использовать в качестве мобилизации. Но я думаю, что у них не один сценарий. Они подготавливают много сценариев различных. Где-то ввести военное положение, где-то частично мобилизовать какие-то войска, например. Ну, то есть это же не будет полной мобилизации. Но условно там, вот нам нужно мобилизовать каких-нибудь там артиллеристов. Это вполне может происходить, что касается того, что военное положение там на всей территории, я очевидно в это не верю, это вряд ли возможно, опять же, не играет им на рейтинге. Не очень понятно, если они губернаторы там Курска и Белгородской области, они же давно заявляют об обстрелах своей территории. Но на федеральном уровне это еще так глобально ни разу не прозвучало. Хотя, казалось бы, вот обстреливается территория Российской Федерации, должна быть реакцией на федеральном уровне? Нет, там молчание. Поэтому, возможно, это подготовка одного сценария, но точно пока это не основной сценарий, я тоже не думаю так. А вот этот законопроект, который открывает дорогу контрактникам сразу после школы, это тоже один из сценариев? Путин рассчитывает на что? Что после школы дети побегут подписывать контракт, побегут в армию и на войну? Ну, мы знаем, что через несколько, через, например, некоторые некоммерческие организации, которые тесно сотрудничают с Росмолодежью, с администрацией президента, прямо ставятся задачи о том, чтобы набирать каких-то волонтеров, добровольцев, отправлять их в сепаратистские ДНР, это точно уже происходит. Что касается контрактников, я думаю, что они уже сделали так, что они упростили переход на контрактную основу. Это было сделано давно, чтобы как раз призывники оставались потом по контракту. Я не думаю, что они прямо сейчас будут тащить бывших школьников на то, чтобы они заключали контракт. Скорее всего, это будет происходить постепенно. Опять же, после призыва, мне кажется, что они просто расширяют эти возможности, чтобы потом, когда это действительно для них будет необходимо, через годик примерно заявить, у нас же вся законодательная база подготовлена, мы можем это сделать. Поэтому, еще раз, администрация президента всегда рассматривает очень много вариантов. Потом она идет с этими вариантами, кладет на стол лицам, которые там принимают решения. И по какому они сценарию пройти, какой ресурс забрать, это уже принимают решения. Бортников, Патруша, Патруша-Шойгу и, естественно, сам Путин. Поэтому процесс такой. Все это можно рассматривать как подготовку. Иван, скажите, а вот насколько коррупция в российской армии повлекла к тому, что российская армия на территории Украины буквально захлебывается, не может? Все говорили о ее великой боездатности, но мы видим, и Украина видит, что это не так, далеко не так. Какие факторы на это повлияли? Я не думаю, что возможно вообще в российской полностью прогнившей коррупционной системе оставить какую-то сферу, которая была бы не затронута коррупцией. Военная сфера, она отличается тем, что она гораздо более закрытая. Если там обычные госконтракты, мы можем открывать сайт, еще кое-как смотреть, следить за исполнением этих контрактов, то с военной сферой это гораздо сложнее. Но тем не менее, мы даже в этой сфере находили там факторы коррупции. Достаточно просто мы описывали там и самолет Шойгу, и его дача на Рублевке. Это все было описано. Естественно, армия подвержена еще больше этому, поскольку там засекреченные расходы, где засекреченные расходы абсолютно больше и просто для коррупции, чем это в гражданской сфере. А в гражданской сфере он достигает колоссальных размеров. Поэтому я думаю, что это, безусловно, один фактор, который играет на руку, который играет против как раз агрессора, и я думаю, что может сильно помогать. Если им нужно доставать в том числе танки Т-62, и мы, опять же, прославленный танк, танк армада, мы его видели где-нибудь, хоть когда-нибудь, кроме парадов, и то, до которых он не доезжал, а ломался где-то там на полпути. Ну, нет, конечно. О чем это говорит? О том, что там просто коррупция на коррупции, и не довели до ума этот танк просто из-за этой же коррупции. Поэтому я думаю, что коррупция там есть в колоссальных объемах. Мы частично об этом публиковали информацию. И я думаю, что это хорошо только потому, что в данном случае это играет против агрессоров. Иван, ну вот если говорить о временных рамках, например, подготовить резерв тех же пехотинцев, каких-то солдат, стрельцов, стрелков обычных, это вопрос, ну, в идеале в учебке, по-моему, около трех месяцев занимаются, ну, по ускоренной процедуре, как это сейчас делается, там, несколько недель. Но вот есть ли возможность возместить потери тех же летчиков качественно, тех же танкистов, артиллеристов, то есть те обязанности, которые так просто вот за несколько недель, там, салагу, назову так, его просто не обучишь этом. Ну, вы же должны тоже прекрасно понимать раздолбайство в этой армии. Может, она и вторая там по размерам или по силам, как заявляется, хотя бы далеко. То есть сейчас это видно, что это не так. Но по уровню раздолбайства она абсолютно точно первая. Видимо, много публикаций в СМИ, медиазоны недавно публиковала информацию, где просто там срочников отправляют или контрактников отправляют после трехдневной подготовки. И то это дали один раз пострелять, а дальше они отправляются с автоматами на территорию Украины. Поэтому я думаю, что в этом плане невозможно подготовить сильную боеспособную армию. Вот, например, армия Северной Кореи, там, несколько миллионов человек. Можно ли назвать эту армию хоть немного боеспособной? Ну, нет, конечно. Поэтому я думаю, что они будут пытаться это сделать, как-то организовать. Но, как обычно, для этого требуется высокого уровня организация. У российской армии, у российских властей нет таких просто организаторских способностей. Это ничего не получится. Если мы говорим о пилотах даже, ну, много говорили о том, что, ну, в России-то вот точно должно быть там какое-то господство или превосходство в воздухе. Где оно? Мы его не видим, самолеты. Не залетают вертолеты, взбиваются просто на раз. Поэтому никакого господства и близко нет. Поэтому я не понимаю даже, нужны ли им вообще эти пилоты, поскольку залететь даже на территорию Украины они не могут. И это хорошо. Влияет ли на вот эту подготовку как раз вопрос мотивации? Потому что, ну, многие говорят о том, что они не понимают, за что они здесь воюют. Я думаю, что вообще вопрос мотивации – это главный вопрос вообще всех, любых военных действий, любых войн. Когда солдат воюет без очевидной мобилизации, и он не понимает, зачем он здесь находится, вот на какой-то богом забытой для него войне, то, конечно, он эту войну проигрывает. Потому что, когда человек борется за свой дом, за свою землю, это совершенно понятно, что он идет злым до конца, обозленным. Он сопротивляется, он стреляет, он убивает. И он понимает, зачем это делает. Те солдаты, которые сейчас погибают в российской армии, они погибают весьма без славы. Мы же знаем о том, что далеко не все трупы забираются, далеко не всех нормальных хоронят, кого-то оставляют, забывают, считают пропавшими без вести. Пожалуй, самый яркий пример – это с крейсером «Москва». До сих пор мы же не знаем, сколько там точно погибших вообще с этого крейсера «Москва» и какова их судьба. Поэтому это такая бесславная смерть, о которой, безусловно, солдаты между собой наверняка общаются, наверняка это понимают. Многие, я думаю, что очень многие ищут разные способы либо откосить сейчас от призыва, либо, если они уже воюют, вот, как-то выйти из этой ситуации. Но я не думаю, конечно, что это большинство, потому что большинство не думает. Но в целом, я уверен, что такие движения, такие настроения точно в армии есть. Иван, а вот Ваш прогноз. Насколько еще может в России хватить сил и техники для того, чтобы вести эту кровопролитную войну в Украине? Ну, это же сильно зависит от украинской армии, от поставок тяжелого вооружения, от того, насколько украинская армия будет вытеснять и быстро вытеснять российскую армию. Что касается металлолома танков Т-62, Т-72, Т-80, так этого металлолома в России огромное количество. Я думаю, они будут его свозить и свозить. Что касается живой силы, ее тоже еще могут, еще ресурсы на мобилизацию этой живой силы есть. Но мобилизацию, опять же, как мы обсуждали, ползучую, они еще есть. И поэтому нужно готовиться к тому, что это может затягиваться. И еще, и я надеюсь, конечно, Запад это тоже должен понимать. И все во многом зависит от тяжелого вооружения для Украины. Спасибо. Спасибо. Иван Жданов был с нами на связи, директор фонда борьбы с коррупцией. Спасибо вам.